Девушки отдыхают Дуглас Сильва Де Андраш против Сергея Морозова из Казахстана Сергей Морозов довольно неплохой проспект, который показал себя как такой Думающий боец с неплохой борьбой, хорошей физической формой, способный действовать по геймплану Конечно, есть куда расти, но в целом выглядит довольно сносно Дуглас же, напротив, это довольно-таки давнишний боец, уже хорошо выступающий С переменным успехом, но мы у него давным-давно видели отличную ударку Бороться он также умеет, есть атлетизм, есть кардио, да в принципе все при нем Но чего-то не хватает, чтобы ворваться в топы Но, Ром, подскажи, пожалуйста, вот казалось бы, для Дугласа есть определенно серьезные вызовы Которые он в этом дивизионе не прошел Но станет ли таковым Сергей Морозов? Вот все-таки опыта у него немного, и при этом он идет серьезным фаворитом Что ты думаешь по этому поводу? Да, конечно, забегая вперед по коэффициентам, странненький расклад Но, тем не менее, что есть, то есть, да, Сергей Морозов хороший прошлый бой провел Я напоминаю с Халидом Тахой, как он его выиграл, исключительно за счет своих борцовских навыков Не то, чтобы, знаешь, прям перевел и лежал на нем Но постоянно прижимал, вот переводил, тот вставал, он его опять прижимает Моменты в стойке, да в принципе он нормально выглядел Ну, учитывая, да, что он постоянно там угрожает переводами Выглядел он неплохо Сказать, что прям хорошая кардио, ну нет, там было, конечно, заметно, что он подустал так значительно Но этого хватило, да Но этого хватило на кого? На Халида Таху Это как бы немножечко недугло силы Андрада, даже близко, как мне это видится В целом Морозов, конечно, красавчик Мне очень нравится, что он, знаешь, вот переехал в Америку Он там сейчас прямо тренируется и остался И дальше продолжает тренироваться У него сейчас много фоток с Американ, топ-тим, да Ну, как бы понятно, там хорошие тренера, хорошая команда И, опять же, отмечаю там у спаррин-партнера, что он прям борьбу прокачивает довольно-таки неплохо И, соответственно, что касается Деандрада, ну, понятно, человек постарше Да, ему 36 лет Человек поопытнее, тоже в UFC-то он уже выступает с 14-го года И, ну, у него хороший послужной список В том числе тех, кого он выигрывал, да, тот же и Барау, и Марлон Вера Это хороший скальп Вот, и надо сказать, если говорить про борьбу Ну, у него были в карьере ребята, кто его, так сказать, пытались бороть И далеко не у всех это получалось Вот прям далеко не у всех И, собственно, можно вспомнить того же Коди Гибсона Который прям, ну, очень приставучий Он такой приставучий борец И, ну, относительно выносливый И с хорошими навыками Если я не ошибаюсь, дважды All-American И что? Ну, не получилось как бы прям забороть, да, и выиграть И я хочу сказать, что, в принципе, из последнего Вот что я помню, да Именно выигрывал его, переводя еще Петр Ян Но и то это было непросто Но Петр Ян у него все-таки в целом намного жестче, чем в Морозовый стиль Это в целом огромный град ударов, да Так, если тебя переведут, там такой град будет ударов сверху И Андрада этого даже не смог выдержать И третьего раунда даже этого боя не было Ну, кстати, недавно с Лероном Мерфи был хороший Хороший, близкий бой С интересным проспектом, действительно Где Андрада, кстати, показал, что у него выносливость неплохая Потому что Лерон-то просел к третьему раунду Вот, и я замечаю вот такую особенность, да Что вот выигрывали Андрада именно те бойцы, которые могли его в стойке превзойти Да, это и Зубайра Тухугов, у него вменяемая стойка У него борьба хорошая, но у него стойка нормальная, хорошая Роб Фонд, понятно, да Петр Ян, понятно, Лерон Мерфи Может ли Морозов похвастаться прям хорошей стойкой? Я бы, ну, я не уверен Я не уверен То есть в М1 он хорошо смотрелся Но в М1 он и не уставал Например, к четвертому раунду Там вот у него были финиши А UFC это уже немножко другое Здесь вот уже видна у него усталость в третьем раунде Поэтому мне немножко кэфы такие непонятны Да, вот сейчас по линии бока Пинакл, да, будем смотреть Морозов 1,47 И вот сейчас 2,78 Дуглас Андраде Мне кажется, здесь немножечко несправедливый перекос Так как я не вижу, что Сергей Морозов сможет его забороть И кто лучше в стойке? Ну, Морозова, опять же, вот местами, когда он с Тахой стоял, да Ну, в принципе, вменяемая стойка Лучше ли, чем Дуглас Де Андраде? Нет, я не уверен в этом А что касается кардио Ну, я, как я и сказал, я увидел Морозов устает в UFC Это уже понятно, да А Дуглас Де Андраде, наоборот, бой назад Хороший, трудозатратный, сложный бой провел Где в третьем раунде замечательно смотрелся Хоть он и более возрастной боец, казалось бы И плюс сам по себе он жесткий Он такой, да Именно тяжело очень бьет Да, у него есть панч Он опасный боец Плюс у него еще и джиу-джитсу там присутствует Я бы сказал, что По таким кэфам Поинтереснее Дуглас Андраде Мы, безусловно, желаем удачи Сергею Морозову Да, желаем дальше там прокачиваться Улучшать свои навыки И успехов И в этом бою мы ему тоже желаем удачи Но если мы рассматриваем с точки зрения кэфов Дуглас Андраде здесь явно выглядит интересен Интереснее по кэфам И поэтому я, пожалуй, бы здесь за него притопил Из-за этих цифр Нечего здесь добавить Да, действительно, Дуглас это боец Который, можно сказать, проверен временем И самое главное, что к его выносливости И к его ударной технике Особо никаких вопросов нет Да, это такой довольно классический Бразилица, еще старая Шутбоковская школа Ну, даже немножко на Виттера похож Засушенного До какой-то степени И, в общем и целом, это хороший боец Который станет проверкой Абсолютно для любого бойца И ты верно заметил, что проиграл он Только самым-самым жестким топом Либо хорошим проспектом Безусловно, Сергей также является Заметным проспектом Но есть у него слабые стороны В которых, скорее всего, Дуглас Сильва Сможет реализовать свое преимущество Поэтому я не согласен с тем Что он идет таким андредогом И разделяю твое мнение по поводу интереса к нему Так, следующий поединок у нас Уильям Найт против Максима Гришина Ну, здесь такое типичное противостояние борца и ударника Максим Гришин это высокий, хороший боец Который имеет тяжелый удар Неплохую ударную технику в целом И вменяемо защищается от борьбы Да, не слишком он сейчас удачно выступает в UFC Но пока что он еще Ну, я как считаю Максимально не раскрылся И, может быть, в этом поединке Он нам что-то и покажет Вильям Найт Ну, как вот просто посмотрите на этого парня Он имеет базу в борьбе И при этом просто недюжинную мощь Да, неплохое сочетание, как мне кажется Которое может осложнить жизнь абсолютно любому И в UFC он выступает весьма сносно При этом, вот, если вот так вот Плюсовать все вышесказанное Идет андердогом Выскажи свое мнение Да, ну, Вильям Найт Знаешь, если в его инстаграм зайти То вы можете сказать, что его база Это скорее качалка А именно штанга, да Там он выжимает какие-то просто Огромные, огромные веса Ну, по нему это видно Хотя, что интересно Несмотря на вот эту свою мышечность Не такое плохое карди у него Как можно было представить Ну, вот у такого бойца Обычно у таких бойцов С такой конституцией тела Да, у них кардио, ну, не самое Ну, не самое хорошее Это, мягко говоря Не сказать, что прям идеальное Кардио на это Нет, он устает Безусловно Работоспособность снижается Ну, в принципе В своей манере В своей работе Он способен и три раунда Проработать, да Как у него, например Это было в дебюте С Алексой Камуром Которого он все три раунда Борол, переводил Где-то на физике Да, не сказать, что там Суперумение Ну, он физику там Свою подключается Которой сложно справиться И на три раунда Да, его хватило Вот Не смог он Совладать с Да, Юн Джангом Да, вот этим Корейцем Таким крупным Здоровым Который намного больше На это был Но Кореец-то тоже Не просто так-то Если посмотреть Ну, ЮСи-то поражение До сих пор не имеет А уже тем временем Пять боев провел Фабио Чаранто вырубил Ну, вы помните Насколько коротким ударом Он врубанул Там Там просто Как кошка лапой Да, чуть-чуть вроде задел Чаранто просто Замертво упал Ну, то есть Я как бы к тому веду Но опасный Опасный это боец Да, где-то Немножко зацепит И конец придет Ну и Алонсо Мэннифилд Тут как бы понятно Здесь и Алонсо Тоже молодец В борьбу к Вильяму Найту Лезть Ну, просто Просто идеальный геймплан Ну, и в целом Опять же Вильям Найт Довольно Ну, нормально Распределил свои силы Так скажем Там реально Сложный такой был бой Ну, ему удалось Все три раунда Более-менее отработать Да, где-то Где-то в борьбе Ну, в основном Скажем так В основном Около сеточки Вот эти прижимания Там Ну, реально Энергозатратный был Такой бой По кардио Вот И в стойке Опять же Найт там Показал свою Опасность Он иной раз По Алонсо Так попадал Что я думал Сейчас вот прям Чуть-чуть И все Он и потрясал его Там, кстати говоря Поэтому Да, очень опасный Этот парень То есть Ну, как бы И ударить может И побороться Да, может И физически Очень силен Вот Хотя Повторюсь Да, он подустает И с манифилдом Это было видно Он прям Так в третьем раунде Уже Ну, меньше и меньше Да, работал уже Даже во втором раунде Было видно Задышал он Ну, какая-то Работоспособность есть Она ему позволяет Выигрывать Пока что Максим Гришин Ну, надо понимать Он тоже как бы Не молодой боец Вот ему 37 лет уже И Вопрос, да В какой он форме Потому что С Тебурой, да Он пришел Выступил в тяжелом весе Это как бы Ну, не его вес Так скажем И Он явно был Растренирован Он и сам это говорил Он там Совсем был Совсем-совсем Не готов И ничего не показал Да, Тебур очень легко Его завалял Прям очень Ну Ну, вообще Сложности не имел Вот Гаджимурат Антигулов Переводил Пока не устал Но когда устал Гришин да сумел Его там в конце В сам конце Второго раунда Все-таки Работать Вот С Дастином Джейкоби Я уже говорил Своё отношение К этому бою Гришину выиграл Я вообще не понимаю Куда там судьи смотрели Ну, реально В два нокдауна Он отправил Дастина Джейкоби Хороший бой В том числе И в стойке Да, показывал Но Судьи увидели Да, победу Соперника Который еле Как выжил В первом раунде Окей Тем не менее У Гришина Сейчас простой Да, простой В год Я считаю В его возрасте Все-таки Простой В принципе Быть не Не должны Ну, реально Уже как бы Не молодой он боец Вот По подготовке Ну, я смотрю Вы можете тоже В инстаграме посмотреть Вроде бы Он нормально Готовится Тренируется Где-то в Москве В боксерских залах Постоянно Опять же Хотелось Наверное Видеть бы Чтобы он тренировался Как-то от борьбы Защищаться Правильно Потому что Окей Там он будет лучше В стойке Вильяма Найта Я думаю Что это так У него нормально У него реально Хорошая Вменяемая стойка И он лучше в ней Че Вильям Найт Но Что он будет делать Да, когда Вильям Найт Его переведет Какую там Боксерскую технику Исполнит Ну, я думаю Со спины Вряд ли он там Что-то исполнит Поэтому Вопросы Вопросы Гришину Есть по Простой По вот этой Подготовке Но Опять же Бойцу Виднее Мы тут Как бы Такие Диванные Советчики Что касается Кэфов Действительно Фаворитом Здесь идет Гришин За 1.61 За 2.4 Идет Вильям Найт И тут Опять же Стоит Подумать Нужен ли Максим Гришин 37-летний С пробелом В борьбе И который Кстати В своей карьере Не единожды Улетал в нокаут Тоже Давайте не будем Забывать Нужен ли он За 1.6 Надо подумать Я считаю Что нет Опять же Безусловно Хочется ему пожелать Удачи Да Это Не тот боец Который знаешь Там Выходит Залеживает Там И скучные бои Какие-то Показывает Он Скажем так Ударник Более-менее Интересный И хочется ему пожелать Удачи Но по кэфам Я абсолютно Не согласен Андрюх Я думаю На это Здесь вполне Хорошие шансы Пройти За счет И за счет Переводов И за счет Какого-то Попадания Поэтому Опять же Удачи Гришину Но по кэфам Интересен Найт Так что Я здесь За него буду Знаешь Вот просто Глядя на него Вот Создается Такое Довольно Пугающее Впечатление И сложно Этого бойца Недооценивать Потому что Да он может Казаться Несколько Топорным Но он Реально Сильный И он Знает Как применять Свою силу У него Есть понимание Про геймпланы Это очень важно И в данном бою Просто может Поломать Все планы Максима Максима Гришина Люди Вот Скажем так Довольно Часто Недооценивают Значимость Физической силы И физической мощи В единоборствах Ну как мы все Прекрасно знаем То что Качки там С вертушки Улетают Сразу Там от Хлестких 50 килограммовых Пацанов Но как Показывает практика Это не всегда Так Он Фрэнсис Нгану Нам Совсем Недавно Показал Совершенно Обратные Вещи И Уильям Найт Если будет Полагаться На геймплан Основанный На борьбе И на своей Физической мощи Может просто Засушить Поединок И соответственно Конечно Зрелище Нам не покажет Но перевернет Чашу Весок В свою сторону И соответственно Судьи Обломают Ставки Тем кто Поставил На Максима Со своей же Стороны Хочу пожелать Ему удачи Надеюсь У него Все получится Он удерживает Поединок На дистанции Но с цифровым Раскладом Я так же Как и Рома Не согласен Так Ну и Заключительный Поединок Бойца Который Представляет Постсоветское Пространство Андрей Орловский Андрей Орловский Против Джареда Вандеры Ударник Помоложе Ударник Постарше Ну Джаред Неплохой Боец Можно сказать Объективно Когда дело Доходит до стойки У него есть И габариты И вполне Сносный Кикбоксинг И можно сказать Он даже Выносливый Но к сожалению Полное отсутствие Партера И это может Сыграть с ним Злую шутку Андрей Орловский Ну ветеран Уже Все его хорошо знают Бывший чемпион Причем чемпион Еще очень Очень давных Времен И сейчас Это определенно Боец Который находится На завершающей Стадии своей Карьеры Однако При этом У него есть Понимание Про геймпланы Он хорошо работает С дистанцией Да Уже его физика Не на топовом уровне Он устает Но тем не менее Для молодых бойцов Молодых львов Так сказать Которые на него Зарываются Часто он становится Такой непреодолимой Преградой Вот как ты думаешь Вот Джаред Он готов сейчас Побеждать такого парня Как Андрей Орловский Или же Орловский Покажет креатив Может заваляет его Что ты думаешь По этому поводу Да может Может конечно Я уже говорил Про Джарда Вандера Много раз Что с борьбой Конечно Там есть трудности И надо понимать Что у человека Все поражения Ну прям все поражения В борьбе Так или иначе Хотя У него Недавно в инстаграме Он там фоточку Выложил с черным поясом Я не знаю У кого он своровал Может это черный пояс По какому-то другому Виду спорта Если кто знает Друзья Отпишитесь пожалуйста В комментариях Что за черный пояс Там у Вандера Я не верю Что это поджил Джитс Этого быть не может Просто Вот Но так или иначе В стойке В принципе У него навыки есть Он и бьет довольно жестко И самое Немаловажное Он может все три раунда Проработать Он может много накидывать Да Ну и сам по себе Он большой такой боец Он высокий Такой длиннорукий И По идее Да Андрей Орловский Ну бывает Он подключает борьбу Такое было Он кстати давненько Уже никого не переводил Но В целом Когда это было нужно То он переводил В принципе сделать способен Да И более того Не просто перевод Но и побороться В целом вообще В бой Да Скажем так Разбавлять Тейкдаунами И это может Для Джареда Вандера Стать уже Не очень хорошим Да Таким сложным препятствием В стойке 69 Да Сейчас за 2,25 Вандера И нужно понимать Что если Там Вы будете ставить На Андрея Орловского То Это человек Который может Либо улететь В любой момент Просто Понятно что он давно Не улетал Ну вы сами знаете Как бы тяжелый вес Всякое бывает Либо улететь В любой момент Либо посмотрите Насколько он близкие Поединки Показывает С Филиппи С Филиппи Кстати вообще решение Спорное Шерману он Если я не ошибаюсь Раунд отдал Боссеру раунд отдал Филиппи Линс Раунд отдал То есть То есть вы поставите За 1,7 на человека Который и улететь может И еще и такие бои На тоненького На близкого Да показывает Что неизвестно еще К кому там суди Потом отдадут Поэтому конечно Ну Наверное Наверное должен быть Андрей фаворитом Я не знаю Наверное должен быть Все таки Вандера Хоть и молодой Но он очень сильно В опыте уступает В общих навыках Он сильно уступает В уровне оппозиции Понятное дело В каком-то понимании Да Как драться Как распределять Там свои силы Что делать Безусловно Андрей Именно за счет опыта Может превзойти соперника Но тем не менее Есть такие факторы Которые лично для меня Говорят что 1,7 маловато Но Но в этом бою Я безусловно Я вам не скажу Что я из-за цифр Завандерал Потому что Он мне сильно не нравится Поэтому я все таки Здесь пожелаю Удачи Андрею Орловскому Я просто скажу Кэфы наверное по делу Я уже сказал почему Проиграть он может Имейте ввиду Будьте осторожны Но Андрей Как говорится Вперед Да Андрей Вперед Я тут полностью С тобой согласен Я не могу сказать То что Андрей Орловский Сейчас Какие-то чудеса Показывает Ты здесь Абсолютно прав Что он и сам Может улететь Ну вы все Прекрасно знаете Эти шутки Эти мемчики Которые его Самого сильно раздражали По поводу его Умения держать удар Да он несколько скорректировал Этот свой недостаток В последнее время Но тем самым Сильно Заскучать дает Своим зрителям Фанатам И наверное Что-то такое Мы увидим и здесь Потому что Я бы не сказал Что Джаред Какой-то там Дичайший финишер И Андрей Сейчас не питает Такого Явного желания К досрочному Завершению Своих поединков Я думаю Он все-таки Подключит борьбу Так как голова У него присутствует И он вполне Может ей думать Я думаю То что Андрей Все-таки одержит победу Решением судей И я думаю С прелимами Пока что мы закончили Ну да Ну и я сразу хочу сказать Что друзья Разбор всех остальных Боев Прелимов Будет конечно же У нас в бойцовском клубе Диванных аналитиков Я уже все разобрал Подготовился И буквально Вот сегодня Завтра Там уже появится Видео с разбором Поединков А поединки там Кстати Очень даже интересные Поэтому если вам Это тоже интересно Да То ссылочка будет В описании В закрепленном Комментарии Всем буду там рад Да ребят Если такие имена Как Алекс Перес Мэтт Шнелл Там Александр Хернандес И Рената Маякана Для вас не пустой звук То я думаю Вам будет интересно Прислушайтесь Кроме Он херни не посоветует Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова